I'll try so hard to fade away I'll try so hard to fade away Всем доброго дня! Вы на канале Ехать и Внехать, Вамира и Надя. Мы наконец-то вам записываем новое видео. Те, кто на нас подписывал в Инстаграм, знают, что мы последние полгода или даже больше занимались тем, что мы строили дом. Поэтому пришлось вложить на какое-то время наши поездки. Но наконец-то мы снова отправляемся в путешествие. На этот раз это будут Филиппины. Мы соскучились, мы давно не виделись. Мы в предвкушении. Это как раз первый тот момент, когда все начинается только. И хочется этот момент запомнить как можно четче. Мы выбрали Филиппины еще раз. И почему мы это сделали? Во-первых, это для нас совершенно абсолютно незнакомая страна. И мы не знаем, что от нее ожидать. И хотим вместе с вами это сделать. Вместе с вами открыть какие-то новые и редкие места, которые еще не исследованы. Это действительно то место, где мы даже не представляем, что именно нас будет ожидать. Но надеемся, что получится что-то интересное. А когда мы прилетим в Сибу, нас ждет такой первый квест. Мы прилетаем в 3 часа дня. И нам нужно успеть на последний паром, который отправляется в Сибу, в Бокл. Потому что мы не остаемся в Сибу. Мы сразу отправляемся на другой остров. И у нас есть 3 часа на то, чтобы оформить документы, поменять деньги. Выбежать из аэропорта, забрать свой багаж, не потерять его. И добраться до порта, и, собственно, пить билет на паром. И мы очень надеемся, что мы не будем ночевать где-то в Сибу. Все, спрестуйте за нас пальцы. И увидимся уже на Федеринал. Немножечко жарко. Прожарко у меня. Я не знаю, нам это удалось. Постоянно. Сейчас, по-видимому, ситуация. Если мы успеваем, значит, мы не успеваем. Значит, судьба у нас такая. И все. Окей. Мы заполняем arrival card. Мой паспорт. Я тебе все дала. Да. Да. Мы заполняем arrival card. Я надеюсь, что мы быстренько отсюда вымчимся. Потому что пока очередь небольшая. Если мы это сделаем быстро, то нам, может быть, повезет. Нам визы не нужны. Будем надеяться. Сейчас проверим факт. Очень важно. Мне кажется, как это будет. Ага. Ну, короче, суть в том, что нам нужно только... Если ты путешествуешь меньше, чем на 30 дней, то визы бесплатные. Собственно, визы не нужны. Вот. Ну, вроде бы мы быстренько все делаем, да? Надеюсь. Сейчас времени... Мы прилетели в итоге без 15.04. Без 15.04, сейчас 16.05. Ехать до... Судя по делу интернете... Ехать до... Этого... Какого? Порта от 20 минут до часа, в зависимости от пробок. Два с половиной часа до последнего торома. Еще багаж. Да. Еще багаж. Да. Еще такси. Еще двигаемся дальше. Еще обмен денег. Да, и сим-карту здесь или потом? Сейчас поглядим. Так, мы уже ждем багаж. Все произошло мега быстро. Мы получили что-то вроде виз, да? Что нам поставили? Вообще, мне еще не короче... Сейчас визу поставил, сейчас 11.16. Прошло 6 минут. О, отлично. Первый уже здесь, ждем второго. Белый, это мой последний день. Ничего не понятно. Счетчик у нас в белом такси, потому что, как в интернете, они говорят, что они дешевле. По фиксированной стоимости желтых такси, это было 675. А, этих... Кто у них там? Ясно, конечно. Сейчас посмотрим. Надеемся, что мы не прогадали. Все-таки дело будет дешевле. А, в итоге, мы успели, наоборот, как вы сами понимаете. На выходе из аэропорта ждут желтые и белые такси. Это разные такси. Желтые, они с сурсированной стоимостью, а белые, они, ну, по счету чего. А, в итоге, в фоне мы отдали туристов всего-навсего. Причем, мы проверили вашу пробку, и этот график был такой нормальный. Вот. И мы очень трудно сканавливали этот денег. Мы спали на паром, купили, было бы пол-пятьсот веса на человека. Но, когда вы заходите на какой-либо паром, то есть пересекаете, как бы, границу острова, вы, возможно, будете платить, как бы, такие местные налоги. Они буквально, буквально, по 25-летних человек, и того, 50. И еще с нас взяли по 100 бесов за два наших площадьих локарда, как за багаж. И того мы сплатили за билеты из всей этой форме 650 бесов. А паром был? Нет, паром я еще не показывала. Но стоило бы показать паром, я считала. Да, я считаю тоже, да. Мы сейчас сидим в туристическом классе. Что он из себя представляет? Это такие вот плетеные сидения, кондиционер, здесь стекленные, стекленные помещения. Ну, собственно, и все. Что-то вроде нашей электрички. Штуки, они никуда не убираются. То есть, если захочется поспать, прилечь там друг на друга, это как-то получится сделать. Ну, да, что-то вроде нашей электрички на сантере. То есть, люди так это воспринимают, поэтому решили способ перебираться между островами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы наконец-то добрались. Мы сейчас на Банглау, и это Алана Бич. Это самый популярный курорт здесь, и здесь из-за этого, конечно же, очень много людей. Но по сравнению, допустим, с той же Хикадулой на Шелленке, здесь достаточно спокойная атмосфера, прям даже приятно находиться. Народа действительно, ну как, много, но, да, в отличие от Хикадулы, тоже здесь нет, несмотря на большое количество людей, какого-то ощущения Деленджика. То есть, все равно, как, какая-то очень приятная, такая, ачивая атмосфера. И, на самом деле, я ожидала худшего. Ну, читая комментарии в интернете, я ждала, что будет хуже. Вот, ну, люди, которые, там, ребята, пара из России, которую мы встретили, они прям разочаровались, они сказали, что здесь самый лучший пляж, вообще-то куда-сюда. Нет, ребята, это не самый лучший пляж, и мы его не рекомендуем как самый лучший. Нет, ну, хотя при этом он неплохой, то есть, ну, как бы, камон, ну, посмотрите, ну, белоснежный красивый песочек, но здесь есть реальные места, которые намного-намного круче. Надеюсь, что мы их в скором времени вам тоже покажем. Ну, если вот с детьми, вот приехать сюда, это реально идеальный вариант. Ну, потому что здесь мы в колоде, и детям здесь не волн, ничего. Бегай, прыгай, вся еда под боком, как любят родители. И все, что необходимо для цивилизации, скажем так, здесь все есть. Сегодня уже второй, третий, уже третий день, как мы находимся на Филиппинах, и сегодня мы решили, мы уже навалялись на пляже, немножко даже обгорели, и решили сегодня поехать на водопад, он называется... Инкохман. Инкохман. Двумя способами можно доехать, это на байке, если вы водите, если вы уверенно себя чувствуете на дороге. Второй вариант, если вы по каким-то причинам не водите, либо у вас нет прав, хотя я не знаю, здесь нужны права или нет, но, в общем, если вы не водите, если вы боитесь, не хотите и так далее, то сюда можно доехать на трицикле, где-то за полторы тысячи песо, можете сорговаться, возможно, дешевле, мы слышали цену за 1800, кто-то нам предлагал, а рядом с основной тропой есть довольно большой указатель, так что заблудиться здесь практически невозможно, и плюс ко всему, постоянно останавливаются местные ребята на мотоциклах, которые с удовольствием вас подвезут, по-моему, даже бесплатно они предлагают это сделать, просто подбирать от своей душевной, и подсказывают дорогу, так что здесь вы точно не заблудитесь, ну и просто здесь прогуляться, на самом деле, пешком, очень красиво, там позади нас были рисовые поля, а сейчас вот такие вот офигенные, красивые повсюду пальмы, и по-моему, у нас первый водопад случился и он был потрясающим реально для меня это самый любимый на данный момент водопад у нас не только 3 дня и первый щекальнейший водопад абсолютно точно мы советуем вам его посетить настоятельно вам советую не прыгать без местных ребят карданки они помогают и помогают сказать когда нужно прыгать это очень важно потому что это реально камни это реально очень опасно потому что когда ты летишь у тебя сердце замирает просто в какой-то момент реально страшно я не знаю на зиплане у меня было так страшно как здесь берегите себя и получите эти восхитительные эмоции посетить калам короче напишем здесь как всегда и